Новости из Израиля. С вами Альберт Векслер. Сегодня в программе эксклюзивное интервью прямо из Брюсселя. Молитвенный завтрак в Европарламенте. Армия обороны Израиля продолжает обеспечивать близлежащие сирийские деревни гуманитарной помощью. Впечатляющие остатки построек периода Хасманеев были раскопаны в городе Давида. Исторический экскурс 1924 год. И подробнее в выпуске новостей. Эксклюзивное интервью прямо из Брюсселя. Молитвенный завтрак в Европарламенте. Дорогие телезрители, мы находимся в Брюсселе. И со мной Петер Гуссу, он основатель европейского христианского движения. И он является лидером христианской партии из Эстонии. И мы были на европейском молитвенном завтраке здесь в Брюсселе. И я хочу спросить, какие твои впечатления об этом мероприятии? И как ты видишь сотрудничество между Израилем и христианскими политиками Европы? Европейский молитвенный завтрак уже проходит 16-й раз и стал главным связующим звеном между христианскими политиками. Это движение началось 15 лет назад в Соединенных Штатах. И оно также стало большим событием для многих европейских стран, включая и Европейский парламент. Особенно в Европейском парламенте на молитвенном завтраке принимают участие политические деятели из разных стран. Сотни людей приезжают. И это, конечно, очень хорошая аудитория, которой можно представить и израильский вопрос. Я бы сказал, что здесь хорошо рассказывать обо всем, что происходит в Израиле. Печально, но об Израиле в основном масс-медиа не показывает объективные новости. И многие люди, в основном политики, которые принимают решения об Израиле, в действительности не знают всю ситуацию. Есть огромный интерес ко всему, что происходит в Израиле. И я очень рад, что мы поднимаем этот вопрос на наших мероприятиях. Я благодарен вам, Альберт, за ваше участие, за вопросы, которые вы поднимаете на обсуждение. Я думаю, это великая возможность, и я с нетерпением ожидаю продолжения наших отношений. Это все не разовые встречи. Это то место, где мы создаем контакты и затем сможем их расширить. Я смотрю на это, как на возможность знакомиться друг с другом, посещать страны и таким образом распространять истину о положении в Израиле. Армия обороны Израиля продолжает обеспечивать близлежащие сирийские деревни гуманитарной помощью, включая воду, продовольствие и детское питание, и помогает сирийцам готовиться к зиме, сообщил во вторник министр обороны Израиля Мошо Яолон. Передача израильских продуктов в сирийские деревни опосредуется с миротворческой миссией ООН на голландских высотах. Помимо этого, солдаты армии обороны Израиля часто перебрасывают пакеты с гуманитарной помощью через границу, и жители деревень собирают вскоре после этого. Впечатляющие остатки построек периода Хасманеев, второй век до рождения Христова, были раскопаны в городе Давида в Иерусалиме. Династия Хасманеев, потомков семьи Маковеев, правила, иудеи и прилегающими территориями с 141 по 37 года до рождения Христа, Иосиф Лави писал об Иерусалиме Хасманеев в своих трудах. Таким образом, это впервые, когда были обнаружены остатки здания того периода истории города. Постройка в 4 метра в высоту, занимает территорию в 64 квадратных метра, и, вероятнее всего, это общественное здание, а не жилой дом. Широкая стена здания с толщиной более метра в ширину подстроена из высеченных известковых блоков, которые уложены в конструкцию по методу, используемому в период Хасманеев. Многочисленное количество керамических сосудов и монет было обнаружено внутри здания. Монеты, обнаруженные на полу, указывают на то, что структура была сооружена в начале II века до рождения Христа и простояла до Хасманеевского периода, в течение которого значимые изменения были сделаны внутри него. Израильская компания IronMed изобрела метод проведения хирургических операций без швов и скоб. Она разработала уникальный продукт BioWeld 1, который соединяет хирургические разрезы с помощью холодной плазмы. Процедура занимает всего несколько минут, гербетизирует полностью необходимую зону, что надежно защищает пациента от инфекции и рубцевания. Клинические испытания, которые до сих пор были сосредоточены на закрытии разреза при кесаревом сечении, оказались очень успешными. После окончания своего очередного финансового раунда IronMed будет искать возможность испытания в Европе и Соединенных Штатах, получив разрешение от службы США по контролю над продуктами и лекарствами, и запустив свою следующую продукцию, основанную на холодной плазме. Исторический экскурс. 1924 год. Небольшой памфлет опубликовал Верховный Мусульманский Совет, возглавляемый муфтием Иерусалима Хадж Амин Аль-Хусейни. В основном, сфокусированный на храмовой горе, памфлет гласит так. «Это место является одним из самых древних в мире. Его святость датируется самыми ранними временами. Идентичность его с местом храма Соломона бесспорна». Это также является местом, на котором, в соответствии с всеобщими верованиями, Давид построил жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы. Так именно, гласит памфлет муфти Хадж Амин Аль-Хусейни. Это были новости из Израиля. С вами был Альберт Векслер.